Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна, вы на канале Ягуби Фелтинг. Лет шесть или семь назад Очень были модные и популярные вот такие вот шапочки с вуалью. Да, конечно, они продавались именно в вязаном варианте, но я делала их из бойлока. Это было давно, и я решила вспомнить, как я это делала и поделиться этим секретом с вами. Шапочки были традиционного какого-то оттенка, яркие, и даже вуаль была не симметричная, а асимметричная. Итак, нам понадобится шаблон, размеры вы видите на экране, высота 53 см, ширина 47 см. Как обычно, головной убор я буду валять из шерсти австралийского мериноса 18 микрон, чтобы он не доставлял дискомфорта в ношении. И мне потребуется всего 30 грамм. И чтобы моя шапочка была абсолютно равной раскладке, я складываю имеющуюся пасму пополам, расправляю ее, немножечко подтягиваю и в центре разделяю на две части. У меня шерсть немножечко подвалявшаяся, поэтому с небольшим усилием она разделилась. Как вы видите, пасма достаточно широкая, тонкую раскладку будет немного сложновато делать из нее, и я делю ее вот таким легким движением на две части. Далее хвостик зажимаю в кисти и оставшуюся пасму наматываю на запястье. К нижней части моего шаблона, где будет входное отверстие в шапочку, я раскладываю тонкие горизонтальные ряды из шерсти. Они будут немножечко собирать шапку и формировать ровный край. Всего один ряд горизонтальных рядов. А дальше раскладываю шапку козликом. И, кстати, многие мои подписчики жаловались, боже мой, какие яркие вещи, невозможно смотреть на них в вырове глаз. Вот вам, пожалуйста, светлая шерсть и посмотрите, как сейчас вам сложно видеть, как она раскладывается. Практически ничего не заметно, но зато, как вы хотели, светлая шерсть, светлые волокна. Приятного просмотра для моих злобных подписчиков. Итак, намочила одну сторону, завернула припуски и аналогичным образом раскладываю вторую сторону шапочки. Нижний ряд раскладываю горизонтальный и далее выкладываю козликом. В принципе, вы можете использовать и тонкую ортогональную раскладку, то есть два слоя, один вертикальный, один горизонтальный. А также можете раскладывать при помощи раскладки облачками. И вот посмотрите, у меня осталось два вот таких вот хвостика, они абсолютно одинаковые. И это говорит о том, что у меня рука уже настолько набита, что я раскладываю автоматически ровно и одинаково. То есть можно не всегда даже взвешивать. Но и тем не менее, даже почти спустя 10 лет валяния я все так же контролирую на весах. Итак, смачиваю мыльной водой, как видите, стараюсь, чтобы не было пены. Накрываю вторым куском пленки, плотно все прижимаю, выгоняю воздух из раскладки и переворачиваю для того, чтобы загнуть припуски на эту сторону. Вот так аккуратненько подтягиваю пленку, она тянет за собой припуски шерсти и они с легкостью заворачиваются. Лишь только в верхней части мне придется в ручном режиме завернуть припуски шерсти. И что ж, теперь немножечко задекорируем шапочку. Я буду использовать вискозные ниточки, у меня буквально их 5 грамм. Я разрезала фрагмент на два кусочка и один кусочек раскладываю на одной стороне шапочки. И второй фрагмент буду раскладывать на второй стороне шапочки. Как вы видите, ниточки тоненькие, они также намокают и их сразу перестает быть видно. Располагаю нитки на одной и на второй стороне своей шапочки. Легкими хаотичными облачками распределяю их равномерно по всей площади. И далее возьму вот такую вот карамельного цвета вискозу и вот такими густыми какими-то мазками также располагаю ее на шерстяной раскладке. Вискозу я потратила около 7-8 граммов на всю шапочку. Вискозу раскладывала не тонкими облачками и паутинками, а прям такими явными густыми мазками, чтобы они создавали красивую фактуру и играли на солнышке. Также вискозу припрызгиваю водой, выгоняю воздух, переворачиваю, загибаю припуски и располагаю также волокна вискозы поверх ниточек на второй стороне своей раскладки. Когда основная раскладка завершена, приступаем к самому интересному, к приваливанию вуали. Да, и эта вуаль именно привалена, здесь никаких швов нет. Берем сантиметровую ленту и от самого верхнего фрагмента нашей макушки отмеряем 25 сантиметров. И следим, конечно же, чтобы эта линия была параллельная низу нашей шапочки, то есть чтобы на всем расстоянии от верха у нас было 25 сантиметров. Но поскольку макушка скруглена, ориентируемся на нижний вход в шапку. Скажу сразу, можно было поднять вуаль еще чуть выше, прям сантиметров даже на 5. Поскольку я делаю отметку акварельным карандашом, чтобы отметку было сразу видно четко на обратной стороне, подгибаю шаблон и на обратной стороне тоже делаю небольшие технические метки. И раскладываю свою вуаль, это шляпная вуаль, то есть это не какая-то сетка для каких-то швейных технологий, это именно шляпная вуаль для производства шляп по классической технологии. И буквально на 1 сантиметр ниже вот этой прочерченной линии, располагаю вуаль, от центра располагаю в одну сторону, далее переворачиваю шаблон, и вот сейчас как раз мне четко видно вторую отметку на второй стороне, и располагаю вуаль, расправляя ее, чтобы не было никаких сгибов, растяжений излишних. Сетка немножечко тянется, и с ней немножечко нужно приспособиться, как работать. Вот буквально на одно вот это звено вуаль лежит ниже моей задуманной линии, и теперь тонкими прядочками, буквально в ширину одного пальца, я прикрываю край вуали. Для начала прикрываю его при помощи волокон шерсти, и чтобы потом волокна шерсти у нас не выбивались на самой шапочке, их немножечко задекорирую волокнами вискозы, которые использовала на декоре основной своей шапки. И так, так, когда вуаль надежно зафиксирована шерстью, вновь переворачиваем шапку, и заполняем шапку оставшимся фрагментом вуали, если что-то там отцепилось, пока еще ничего не прижужено, все можно поправить, расправить. И ширина моей вуали чуть шире, чем моя шапка. Пока что делаю внахлест, прядками шерсти прикрываю край вуали, и в дальнейшем отрезаю излишки вуали, точно двигаюсь по точечкам, чтобы никуда ничего не скривилось и не срезалось. Именно поэтому я сначала разложила всю шерсть, разложила от центра вуаль, и когда уже она закольцевалась, тогда я срезала излишки. Итак, на стороне спинки, условно, моей шапки, прикрываю вуаль при помощи волокон шерсти, и далее располагаю уже также волокна вискозы. Тщательно проверяю всю раскладку, смотрю, чтобы все края вуали надежно закрывались шерстью и волокнами вискозы, и теперь обрабатываю все виброшлифовальной машиной. Кстати, среди моих подписчиков почему-то очень много вопросов, какая фирма у меня у машинки, и чем прикрыта у меня подошва. Скажу честно, фирма какая, не знаю, не помню, и это вообще абсолютно не важно. А как сделать такую платформу на виброшлифовальной машине, вы можете посмотреть на моем канале, плейлисте «Инструменты для валяния». Когда все волокна шерсти, вискозы, ниточки и вуаль свалялись при помощи виброшлифовальной машины, далее приступаю к активному и агрессивному валянию. Буду валять шапочку, подбрасывая и подмешивая, обязательно лицевой стороной вовнутрь, то есть вуалью вовнутрь, чтобы она, конечно же, не оторвалась при активных моих манипуляциях. И валяю шапочку до полной готовности вот таким вот способом. Когда она будет готова, у вас есть голова, вы можете примерять и определиться. Я валяю шапочку 56-го размера, то есть окружность шапки примерно 56-57 сантиметров. Но, как обычно, не доваливаю именно до этих цифр, потому что еще буду прополаскивать в теплой воде и 1-2 сантиметра оставляю на просыхание. Когда шапочка свалена, я ее хорошенько отжимаю в махровом полотенчике, вот такими сдавливающими движениями немножечко прокатываю. И когда шапочка отжалась, я воспользуюсь шляпной болванкой. Если у вас нет шляпной болванки, вы можете воспользоваться своей собственной головой, каким-то, допустим, мячиком или трехлитровой даже банкой можете также воспользоваться. Немножечко подваливаю края, вход в шапку. Скажу честно, я не придавала никакого значения им, потому что планирую просто сделать подгибку. Подгибаю вот так вот внутрь буквально 2-3 сантиметра, сколько мне хочется для комфорта. Я уже на глаз визуально это определяю, смотря на сколько свободную макушку вы хотите. И теперь одеваю шапочку. Пока что вуаль у меня торчит вся. И для начала сформирую красивую макушку. Вот так немножечко ее подкручиваю и формирую красивые мелкие складочки, напоминающие, допустим, какой-то цветочек, например, розочку. И теперь края вуали вот так вот подгибаю в мелкую гармошку и пока что просто их прикалываю швейными булавками. Смотрю, как лучше будет располагаться вуаль, и я решаю ее загнуть пополам, чтобы она была более объемная, смотрелась более нарядно. И вот так вот это выглядит. Еще, конечно, можно все подрегулировать на швейной части. Сейчас просто пока оставляю шапку для высыхания. Мне важно задать красивую форму именно макушке, потому что в той форме, в которой высохнет шапка, именно эту форму войлок и запомнит. Ну что ж, моя шапочка высохла, войлок посветлел. Посмотрите, как красиво смотрится вуаль молочного цвета на вот такой вот сливочной шапочке. Если вуаль расправить, она вот так вот будет закрывать все лицо. Можно ее согнуть пополам, тогда она будет смотреться более богато, более густо. С обратной стороны нужно ее аккуратненько зашить ниточками в тон. Можно пришить бусинку. Также можете пришить какие-то бусинки по месту стыковки вуали с шапочкой. Посмотрите, вот шапка абсолютно запоминает форму. Я ее расправляю, деформирую. Вот такая вот она тоненькая. Вот такой вот у меня, да, небрежный край. Как я сказала, я абсолютно не придавала ему никакого значения. Сама шапка прекрасно запоминает форму. Я ее сжимаю и ничего никуда не исчезает. Вся форма, все сохраняется. Ну что ж, я буду пришивать свою вуаль. А как закончить свою шапочку, пожалуйста, включите воображение и сделайте это сами. С вами была Татьяна. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok